Привет! Сто раз уже зарекалась записывать подобные видео, тем более после того, как вы там пишете в мой адрес кучу гадостей. Просто это кошмар. Особенно вот эти комментаторы, которые заснимет и лично тех людей, которые там нагребают в пакеты или делают что-то там сверх такое вызывающее. Ну, ребят, вот смотрите, несколько дней назад, ну точнее где-то около недели пропали со склада, где гуманитарная помощь, два рюкзака волонтеров. И по случайности их взять просто невозможно, по той причине, что те чемоданы и рюкзаки, сумки, которые как гуманитарка идут, они лежат просто совершенно в другой стороне. Так вот, несколько дней висело объявление, что если вы взяли чужие чемоданы, блин, опять эти чемоданы, чужие рюкзаки, верните их обратно. Потом повесили другое объявление, что если тот, кто взял эти два рюкзака, не вернет их, то значит склад закроют. Там я дальше вам сняла это объявление, а то вы говорите, что я просто наговариваю на людей и так далее. Ну вот смотрите, возмущение реально нет предела. В прачечную, которую я раньше показывала в своих роликах, там сыпучий порошок был по 5 килограмм, нам выдавали, стирай сколько хочешь, как бы используй, и заканчивается, снова новый выдают. 5 килограмм порошка. Что вы думаете? Кто-то украл целую пачку 5 килограмм порошка. Вот ее только выдали, люди пошли закинули там по одной-две стирки, и все, и порошок просто исчез. После этого теперь порошок сыпучий не выдается. Теперь работники гостиницы сами заливают в машинке жидкий порошок, и как бы все. Вот представляете, до чего доходит? Ну это тоже такое. Просто мы выбрасываем мусор, ну как бы с мусорного ведра, и каждый раз обнаруживаем в контейнере для мусора, то сапоги детские выбросят. Причем они в хорошем состоянии, просто люди выбрасывают, они идут, берут новые на складе, а потом им рень идти возвращать, допустим, сапоги или маленькие, или еще что-то. Они их просто выбрасывают, просто пакеты с вещами, с игрушками, ну то есть с одеждой, с игрушками, и это уже не первый раз. Недавно муж мой просто забрал чемодан, который тоже вот так вот взяли на складе и выбросили в итоге под контейнер. Он взял, как бы посмотрел его, там был поломан немножко один замочек, он его отремонтировал, ну я не знаю, за три минуты. Это вполне отличный чемодан. Люди просто взяли на складе, ни себе не оставили, ни другим, они его просто выбросили в мусор. Вот такое вот отношение просто ко всему, к помощи, которая предоставляется. Но я не знаю, я другого мнения, если тебе не подходит, возьми и отнеси обратно. Тем более можно даже не нести обратно на склад, а отнести. Здесь у нас же, там где мы живем, в гостинице, есть такое помещение, где это все тоже есть материально, ну не материально больше, гуманитарная помощь, и там это можно оставить. Люди просто берут и выбрасывают в мусорные контейнеры, вольфаторы, игрушки детские, просто пакетами выбрасывают, пакетами детские игрушки, одежду. Ну, что вы думаете по этому поводу? Вот дальше я вам оставлю объявление с пропавшими рюкзаками. Как вы считаете? Вру я? Вот это объявление висит в столовой, в нашей.